Всем привет, друзья! С вами Amway921 и давненько я не играл на борще. Ну а если правильно, то эта немецкая самоходка называется Ren Metal Borsig Waffentracker. Это ПТ, которая хороша во все времена и является той машиной, которую можно, купив однажды, не продавать никогда, оставив её как танк для удовольствия и развлечений. С одной стороны, конечно, борщ беззащитный, и все это знают, и все его фугасами пытаются пробивать, но с другой стороны, он, если ты не успел ещё в него свестись и выстрелить фугасом, способен так тебя встретить, что аж закачаешься. Но тут два нюанса у борща. Первый. Если хочешь эту машину проходить, прокачивать и играть более-менее стабильно, безо всяких пиков и провалов, то, само собой, я всегда рекомендовал, и сейчас порекомендую вам пушку, которая называется Mouse Gun, 12,8 см. С альфой 490. Она на бронебойных, более-менее, пробивает, на голде, само собой, естественно, тоже комфортная, достаточно комфортная стрельба, неплохая стабилизация, хоть и не самая лучшая, ну и всё в порядке, то есть стандартно хорошая пушка. Я уже довольно много видео сделал с этим орудием, и оно, ну, не особо такое интересное. Оно хорошее, да, но неинтересное. А интересная вот эта пушка, бабахалка. Альфа 750, фугасы есть бомбические и прям песня. Бои, кстати, которые я вам показываю, я почему-то начал записывать не с самого начала, и уже одного бахнул. Вот совсем как раз недавно, сковородочку. Ну, это небольшая беда, впереди нас тоже ждёт довольно много хороших выстрелов. Собственно, самая с одной стороны беда, а с другой стороны радость в нашем этом Е-100 гане, это его бронепробитие. Если бы у нас он пробивал 250 основными бронебойными, то вообще бы вопросов никаких бы не было. А он пробивает 215. То есть бронебойным, уверенно, ты можешь поразить лишь только цель, ну, либо своего уровня, либо ниже. Притом, если цель своего уровня, и она довольно крепкая, и нужно выцеливать, с нашего ствола выцеливать не самая удобная история. Поэтому очень часто будет необходимость играть такие на голдовых кумысах, которые пробивают 334 мм, это почти всё, что можно. Любую десятку и без проблем. Но, знаете, вот каждый раз в комментариях я вижу плач Ярославный всех тех, которые считают, что, господи, опять ты стреляешь голдой, это же так дорого. Но как зайдёшь в рандом, картина меняется кардинально. Всегда там все, кто только можно, стреляют голдой налево и направо. Поэтому я не особо понимаю весь этот плач. Но, тем не менее, вот это правда так, как есть. Если борщ проходить и бюджетно, экономно, вам, как говорится, в маусган. Вам 128 мм, и вот там всё. Если фанится, и как бы и серебро есть, и нафармил где-нибудь, там резервы подключал, и всё-всё-всё, тогда вот сюда. Вот об этом мы сегодня говорим. Если по-простому, то чем это орудие привлекательно? Разберём два момента. Первый, вас не видят, и вы стреляете откуда-нибудь так, как я сделал это вот в начале боя. Три метких выстрела. Повезло, что снаряд полетел туда, куда и целился. И 2-100 вот практически с куста урония. То есть, если врага пока никто ещё не укусил, и он весь смелый, и он ещё не уверен, что светится. Весь такой фуловенький, и не беда у него, ещё ничего страшного, можно и рискнуть. То он прям создан для того, чтобы мы в него попали. У нас именно для этого большая альфа. Потому что, если бы она была у нас маленькая, мы бы попали бы тоже. Но он второй раз бы просто не подставился. Понимаете разницу? То есть, если промазал, так промазал. Печально. Ну ладно, если попал, так попал. Вот в этом прикол. Второй момент. Если враг близко, и мы светимся. А это будет как раз прямо сейчас. Если у врага меньше, чем 700 хп, то мы можем от него урон и не получить. Понимаете, в чём прикол? То есть, выходишь, его сносишь, и проблема решилась. С той пушкой, с маусганом, ты проблему бы так быстро не решал. Необходимо всё равно было бы принимать урон. Но, правда, в случае, например, того же ФЦМа, он пока не ваншотный. И придётся потерпеть от него. Наверняка придётся потерпеть и фугасы. Первый был от него бронебойный. Ну а дальше по классике. Дальше по классике борща как бы. Но с другой стороны, я точно знаю, что я его выигрываю. Как бы он тут хорошо не стрелял. Наверное, правда, пытливый зритель заметит, что я убивал бы его из маусгана, тоже бы с двух выстрелов. Ну а вот всех остальных, которые будут подъезжать, уже и нет. Там нужно было бы стрелять на них дважды. А здесь каждый раз на выстрел они подъезжают и каждый раз выхватывают. Жаль, что похоронил тут все свои хпшки. Но самое главное, я остановил двух восьмёрок. Поскольку я играю в топе, для нашей команды это, ну, большое приобретение, которое не останется, собственно говоря, безнаказанным. Да, и мы должны, по идее, довести весь бой до конца. Хотя ещё тут всё очень, так скажем, немного сумбурно. Довольно много ещё врагов и всё ещё, возможно, будет интересно. Но, в общем, если бы не 20-секундная перезарядка этого большого 150-мм дрына, то вообще жилось бы хорошо. Ну тогда это была бы уже немножко другая история. А так, если успеваешь врага встречать, когда они подъезжают не с копом, тогда альфа действительно решает какие-то моменты. Какие-то моменты, наоборот, из-за неё страдаешь, бывает. Но самое главное, в большинстве случаев ты получаешь то самое от игры именно удовольствие. Те же кумулятивы взять. Любую десятку ведь можно пробить. Е-100 в лобашне, пожалуйста. Там ещё кого-нибудь тоже, в принципе, возможно. Да, это не 350 бронепробий, не 300 каких-нибудь там 70, не 400. Но и этого для борща, для восьмого уровня более чем хватает. Фугасы. На какой случай использовать? Когда хочешь ещё больше веселья. Ну или когда внезапно понимаешь, что следующий противник, и вот он точно будет не кто-нибудь иной. Какой-нибудь скорпион или тот же борщ. Тогда можно попытаться бахнуть фугасом. Но, как показывает практика, на любом танке фугасы это вещь, когда ты рассчитываешь на то, что ты дашь побольше урона, потому что пробьёшь картонного. Это плохая практика. Наоборот, чаще всего ты попадаешь в гусеницы или промахиваешься вовсе. И не получаешь то, что нужно. Уж лучше наверняка бронебойным, если хочешь хорошего урона. Ну или кумысом в данном случае. Ну либо пофониться. Фугасы, когда ты не можешь пробить вообще никого. Допустим, Type 5 Heavy, возможно, будет пробиваться с трудом даже кумулятивами. Можно порадовать его фугасами. Но, правда, если он однажды тебе ответит, то ты так делать не захочешь. Поэтому фугасы на борще это какое-то скорее извращение, чем правило. Короче говоря, как ни поверни, это реально уникальная машина. Вот правда, рекомендую вам её оставить и не продавать. Потому что иногда кажется, ну нафига она нужна, когда есть уже, допустим, в ангаре премиум Скорпион. Когда там ещё чего-нибудь там понавводит. И какой там к чёрту борщ. Ну как только ты его выкатишь, ты понимаешь, что какие бы времена ни проходили, не были бы новые имбы. Он всегда будет актуален. Потому что очень много восьмых уровней, которые сильно хуже его, на которых ты можешь отыгрываться. Ну а любые девятки, либо десятки всех остальных восьмёрок так же нещадно лупят, как и того же борща, например. Но в случае борща, правда, ты можешь очень сильно отгрызаться. Вот в чём его отдельное счастье. Конечно, у борща есть и минусы. Об этом нужно помнить. Если ты игрок неопытный, то наверняка для тебя будет большая проблема в том, что вроде бы брони нету и хочется вроде бы скорости. Ну как будто бы это такой лёгкий танк. Но на деле это не так совсем. Удельная мощность у нас очень маленькая. Всего 11,2. Это сродни тяжёлому танку. Максималка 35. И даже с горки мы не разгоняемся нормально. И как бы у борща нет возможности выехать, выстрелить и убежать. Он либо должен не светиться с его прекрасной маскировкой, либо должен убивать с первого выстрела и не брать пленных, как говорится. Именно вот всю свою игру тебе и нужно построить именно от этого. Обзор. У нас он очень плохой. 360 метров. И чтобы его довести до белого коленя. Ну то есть, когда белый кружочек больше, чем блеклый кружочек, нужно прямо очень много в это вложить. И оптику, и допаёк, и всякие там перки в экипаже. И даже боновые инструкции. Всё, что угодно, чтобы получить обзор. Ну или просто стоять с трубами в кустах. И то, и другое, в принципе, реально, выбирай сам какой-то вариант удобнее, но без обзора. Даже на таком, вроде бы, казалось бы, слепом борще, когда это ПТ и кто-нибудь другой должны светить. Какие-то моменты бывают тяжеловатые, когда ты остаёшься, например, в одиночку. Ну, как не поверни, а знать, что ты всех почти вот в данном бою оставшихся ваншутишь, оно расслабляет. Тебе не нужно как-то на каком-нибудь британском, например, на ПТ-подобном каком-нибудь агрегате думать, так, я вот его продамажу, а если он в меня, то он меня уничтожает, это уже ваншотный. Нужно как-то аккуратно, и ты вот носишься, страдаешь, а так с борща аккуратно стал в куст. Бахнул так, что после него вопросов больше никто не задаёт, и рад и счастлив. Ну, в конце, всем, кто любит борщ, могу порекомендовать его ещё кушать со сметаной. Ну, а если по-серьёзному, то на данном конкретном борщике опасайся таранов. Они, как правило, не оставляют ничего бесследного на корпусе борща, а любого, кто его протаранит, данного борща, ему, как обычно, пофиг. Поэтому это очень важно. Ну, а в конце данном бою произошла какая-то, я не знаю, что это. Остался вроде бы ПП-43 бис, какой-то там низкий уровень, и кумысом в лоб башни, по идее, он должен пробиваться. Но каким-то образом получилось так, что угол, в который я попал, был настолько острым, что что-то как-то не пошло. Иной бы нормальный человек бы зарядил фугасы вообще на всех трёх оставшихся противников. Ну, а что-то я расслабился и думал, и так сойдёт. А так не сошло. Тем не менее, бой закончится хорошо, и всё, что я вам хотел сказать, я сказал. Ну, а вы оставляйте в комментариях своё мнение, что вы думаете о сегодняшнем борще, нужен он или нет в игре. Подписывайтесь на канал и жмите лайк. Всего самого доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok